Всем привет! С вами снова Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вот у меня сегодня день пикировки, я буду все эти вот ранние посевы, которые не допикировала, пикировать. И хочу сразу ответить на вопрос, который очень часто слышу. Почему для получения раннего урожая я выбираю именно низкорослые детерминатные сорта? Вот сейчас хочу вам показать разницу на лицо. Вот это вот не те, которые я выбираю, я выбираю вот эти. Вот здесь у меня остался петруша-огородник, алтайский сюрприз и жаростойкий три сорта. Именно те, про которые я говорила, что я отдаю им предпочтение. Это они низкорослые такие, с толстыми стволиками, с толстыми листьями такими. Они не израстают в рассаде, они как дубки. И даже если у меня будет холодная весна и не будет возможности рано их высадить в теплицу, они не перерастут, они не будут падать, они не будут ломаться. Конечно, какое-то количество я высаживаю и простых сортов, которые, ну, как у них обычные сортовые характеристики. Вот смотрите, вот эти томаты, у них тоже по два стебля. Вот два, вот два. Я бы не сказала, что я их редко сеяла, я вчера их тоже пикировала, уже начала. Но разница налицо. Для того, чтобы вам было лучше видно, я даже сейчас одну выкопаю штучку. Все равно мне ее пикировать. Или вот этот вот богатыреныш, вот смотрите, он намного старше, чем эти. Эти я посеяла еще 28 января, а эти уже в начале февраля. И вы посмотрите, ясно, что они не были загущены сильно, у них был такой же свет, те же самые условия. Но я еще и еще раз повторяю, если у них такие сортовые характеристики, у них никогда не будет вот такого вот толстенного ствола. Вы видите, какой он? У него от земли и до этих листьев всего один сантиметр, полтора от силы. Все они уже тоже раскустились, разлопушились. Но они такие же маленькие, они не растут в высоту, а растут в ширь. И это очень удобно для раннего выращивания. Именно когда мало солнца, мало места, когда им плохо. Вот я бы не сказала, что моей рассаде плохо. У меня стеллажи освещаются все. Но вот эти длинномеры, они все равно вырастают вот так. Сейчас я их буду пикировать. Потом они еще раз увеличатся в размере. Вот с этими проблем уже не будет. Я их один раз сейчас рассажу и до высадки в теплицу. Видно? Вот поэтому я отдаю предпочтение вот таким вот коренастым сортам. Плоды у них ничем не хуже. Кто выращивал хоть раз петрушу, огородник, огромная, такой вытянутой формы, алый плод, до 350 граммов дорастает. Также вот и жаростойкий, и алтайский сюрприз, и Настенька. Прекрасные вкусные сорта. И если вы только начинаете и хотите все-таки получить ранний урожай, то я вам просто советую для того, чтобы вы не мучились, не огорчались потом вот с такой рассадой, которая может и при поливе упасть, и может сломаться. Начните все-таки с низкорослых, детерминатных, вот таких вот толстоствольных, с такими мощными листьями сортов. Сортов этих очень много. У меня только 15 или 18 сортов. Все они есть и крупноплодные, и мелкоплодные. Но для получения раннего урожая идеальный вариант. Они, во-первых, еще и холод хорошо переносят, потому что у них толстый ствол, и листья очень такие мясистые. А эти вот тоненькие стволики, они очень быстро замерзают. Даже если вместе высадить тот и этот сорт, и если будет холодная погода, то эти погибнут, а те останутся живые. Они очень выносливые. Вот этот краткий-краткий видеоролик, чтобы вы увидели вот эту разницу, которая на лицо. Видите? Или вот эта редкая поросль, такие как ниточки, или эти сидят богатыри. Все, тут даже нет, как говорится, без комментариев. До свидания.